Здравствуйте! В эфире общественного телевидения Приморья. Итоговая программа Автопатруль. Круглосуточно мои коллеги следят за всеми криминальными новостями в крае и оперативно выезжают на места происшествий. И сейчас сразу предлагаю посмотреть статистику ЧП за минувшую неделю. Цифры такие. Сводка ГИБДД края, ДТП 649. Цифра с прошлой недели почти не изменилась. Пострадали 62 человека, погибли пятеро. Пожара в крае, информирует МЧС, было 65. На этой неделе в огне погиб один человек, травмированных двое. Ну и подробнее к происшествиям. В Владивостоке в районе Мургородка мужчина упал со скалы, как утверждают очевидцы. До этого он с другом распивал спиртные напитки. А в пригороде на трассе насмерть сбили женщину. Трагедия произошла ночью и до сих пор непонятно, что делала погибшая на скоростной дороге. И при ближении зимы уже чувствуется огромная змея. Погреться, заползла в автомобиль. Пришлось вызывать спасателей. Подробнее дальше. Следственная оперативная группа и эксперты проводят осмотр места происшествия и освидетельствование в присутствии двух понятых и подозреваемого 27-летнего гражданина. Он на глазах у наряда ДПС утром бросил под автомобиль «Лексус» наркотики синтетической группой. Общий вес около 50 граммов. Крупный размер. В багажнике полицейский нашли 5 сотовых телефонов. Подозреваемый признается, что наркотики не употребляет, а вот так называемым сбросом занимается не первый день. Уверяет, противоправного ничего не делал. Синтетику из рук в руки не продавал. Просто бросил не более. Полицейский предложили мужчине проехать. В КНД он не отказался. Стражи правопорядка проверили по своим базам гражданина и выяснили, что у него нет водительского удостоверения. «Лексус» отправили на штрафстоянку. Следственные мероприятия продолжаются. Двое мужчин, прогуливаясь по моргородку, решают найти место для отдыха. Немного подумав, совместный выбор падает на панорамную площадку выше Косогора. Ведь хочется, чтобы не только тело отдыхало, но и душе было приятно. Правда, с одной стороны ходят электрички, с другой – обрыв 30 метров. Но это никого не смущает. Цель поставлена, а значит, нужно действовать. Компаньоны, добравшись до места, долго не думают и, удобно расположившись, приступают к употреблению согревающих напитков. Долго ли, коротко ли, шло дело. Солнце постепенно начало подходить к закату, как и сознание одного из участников пикника. В какой-то момент мужчину заштормило, качнуло и отправило в незабываемый полет. Человек набрался хорошенько, ну и упал случайно вниз. Ну и все, я спустился, еле-еле туда. Посмотрел, такой, вылез в лове, вызвал скорую помощь. Также на место происшествия подоспела бригада МЧС, которая достала и транспортировала мужчину к машине скорой помощи. Позже стало известно, что мужчина не первый раз падает со скалы. Что ж, будем надеяться, что после очередного посещения больницы мужчине придет просветление, и он не будет испытывать судьбу третий раз, посещая опасное место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трагедия случилась в 20 часов. На месте ДТП работает бригада скорой, сотрудники 6-го отдела полиции. Вскоре прибудут следователи. Рулевая Сузуки с места аварии не скрылась. Владелица авто вспоминает, двигалась по улице Маковского в сторону Питисов-арены. Скоростной режим не превышала. В районе остановки общественного транспорта «Океанская» неизвестно, с какой стороны на дорогу выбежала женщина-пешеход. Автомобилистка попыталась избежать трагедии, но не вышла. Эскудик сбил человека. Почему женщина-пешеход шла по проезжей части, явно нарушая правила дорожного движения, хотя доведу-ка рукой подать неясно. После неслабого удара о переднюю часть машины женщина упала на асфальт. С нее слетела обувь. Проезжающие мимо автомобилисты, мужчина и девушка, бросились на помощь лежащему в луже крови пешеходу. Мужчина прощупал пульс, его не было, набрал номер скорой, медики примчались, но констатировали лишь смерть. У погибшей при себе были документы, так что стражи без труда установили ее личность. Ей было 73 года. Владелицу Сузуки Скуда ожидает поездка в КНД, а также длительная беседа с блюстителями закона. В районе Бам у обочины стоит ничем не примечательный автомобиль Тойота Королла. Автолюбители, проезжающие мимо, замечают, как в сторону легковушки посреди дороги ползет змея. Сигналами сообщает владельцу, что у него под капотом неприятный сюрприз. Через всю дорогу змей чудом миновал не одну машину и совершил захват внутренностей, припаркованной у обочины Тойоты. Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей, чтобы как можно скорее убрать присмыкающиеся. Видимо, чувствуя приближение осени, а вместе с ней холода, змейка решила не мерзнуть и нашла себе обогреватель в двигателе ближайшего автомобиля. Водители его пассажирка в легком шоке, что их машина стала пристанищем для амурского полоза. К слову, появление змеи никак не повлияло на работу автомобиля. Из-под капота полоза успешно вытащили работники городской службы спасения. Теперь ее отвезут в ближайший лесной массив и отпустят искать дом на зиму где-то в более отдаленном от людей месте. Начался учебный год, начались и поборы в школах. В инстаграме автопатруля в обсуждении этой темы. Противников образовательного беспредела нашлось много. Одна женщина даже сняла на видео, как директор школы, где обучается ее ребенок, поясняет, на что идут родительские деньги. Подробнее после рекламы. Не переключайтесь.